Здравствуйте! С вами Светлана и мой канал Велком Секреты Увидного Дома. Я рада видеть вас у себя в гостях. Спасибо большое всем моим подписчикам и спасибо за ваши комментарии. Тема сегодняшнего видео довольно интересная, как на мой взгляд. Надеюсь, вам будет интересно провести это время вместе со мной, так как поговорим сегодня мы о том, влияет ли интерьер на наше самочувствие, на наше поведение, на наше настроение, на наш сон. И если так, каким образом? Взгляд психологов и интерьер-дизайнеров точно совпадает в одном, что так или иначе наш интерьер дома влияет на нас, интерьер влияет на нашу работоспособность, на наше настроение, на наш сон и на наше самочувствие. Знаем ли мы об этом или не знаем, принимаем мы это или не принимаем, это не имеет никакого значения, потому что влияние на нас, тех или иных предметов, оно действует без нашего согласия, поэтому давайте разберемся. И большую часть своей жизни мы проводим именно дома. И от того, насколько комфортно, уютно и приятно нам находиться в нашем доме, зависит очень на многие аспекты нашей жизни. Первое – это цвет, и цвета в доме не следует избегать. Цвет в доме очень индивидуальный, и цвет зависит от нашего характера, от каждого из членов, проживающих в этом доме. Цвет зависит также от климата, в котором мы живем, от того, на какую сторону выходят ваши окна, и большая разница, и вы сами об этом знаете, окна выходят на север или окна выходят на юг. От многих факторов зависит, как правильно подобрать цвет в то или иное помещение. Любые оттенки разной насыщенности имеют право на жизнь, и для каждого из нас эта цветовая гамма, она абсолютно разная и индивидуальная. При выборе цветовых решений учитывайте особенности характера своих домочадцев. Чтобы полноценно отдыхать после активного внешнего мира, нужна приглушенная цветовая гамма, а если же вы склонны к уединению, тогда вам нужны более яркие цвета. Есть одно общее правило гармоничного цветового оформления жилого дома, это присутствие в нем всех основных цветов. В природе соблюдается цветовой баланс, поэтому мы так хорошо себя чувствуем, когда выезжаем за черту города или находимся на отдыхе где-то у водоема. Один из главных и основных моментов выбора цвета – это правильный выбор доминирующего цвета. Ни для кого не секрет, что интерьер спальни хочется сделать в теплых и светлых тонах, но опять-таки нужен этот баланс и гармония. И если же к теплым оттенкам добавить немного холодных, например, цвет штор или цвет паркета или ковра, тогда вы в два раза, а то и больше будете бодрее с утра. Кухня – это место особой святости и удовольствий, поэтому цвет здесь должен тонизировать и одновременно успокаивать. И опять-таки, главное – гармония. А основной цвет детской комнаты напрямую зависит от того, какой характер у вашего ребёнка, какой возраст ребёнка и его особенности характера. Освещение. От освещения зависит не только внешний вид комнаты, интерьера, но и также очень сильно зависит настроение каждого, кто находится в помещении. Поэтому освещению надо отдать должное в любой комнате, включая спальню. Самым опасным является недостаточное освещение, так как плохое освещение вызывает головную боль и негативно влияет на зрение человека. Недостаток освещения провоцирует подавленность и уныние, поэтому здесь необходимо предусмотреть варианты искусственного освещения. Яркое освещение придаёт сил, повышает работоспособность, заражает энергией. И не забывайте открывать шторы утром, чтобы впустить побольше дневного света в комнаты. В зависимости от размера окон в помещении, они могут как поднять нам настроение, или наоборот увеличить печаль и повысить беспокойство. Следующий важный момент в интерьере у нас, конечно, занимает мебель. И от того, какая мебель у нас в комнате, из чего она сделана и её количество, зависит очень многое. Я начну с того, что современная мебель, которая изготовлена из стекла, металла или пластика, она даёт нам какие-то плюсы, бонусы в качестве комфорта и своим эстетическим дизайном поднять настроение. А вот мебель из дерева, она, конечно же, совсем другая. Некоторые породы деревьев выделяют фитонциды, которые способны очистить воздух. И разные породы деревьев, скажем, дуб, ясень, сосна, яблоня, я не знаю, липа, акация, берёза, кедр, они обладают наибольшей силой и возможностью поделиться этой силой с нами, с людьми. Некоторые имеют меньшую энергетику, а говорят, что черёмха и осина, ольха, они как бы неподвриятно влияют на людей, они забирают энергию, поэтому такие лучше не пускать в свой дом. Форма мебели имеет и играет тоже свою немаловажную роль, и я не буду вдаваться в подробности, возможно, сделаю ещё одно видео на эту тему, о том, как именно формы мебели влияют на наше настроение, на наше поведение. Единственное, что хочу сказать, что проще сделать мебель прямые, где прямые линии или круглые формы, и легче упаковать, поэтому вот вся мебель в основном на сегодняшний день, она прямоугольная, квадратная или круглая. Но это, как я говорю, это другая тема. Единственное, что хочу здесь сказать, что плавные, округлые и загибающиеся линии, они положительно влияют на человека. И только при балансе прямых и плавных линий может получиться такое гармоничное произведение. Рубленные, ровные и прямоугольные формы, они могут делать человека более замкнутым и взбудораженным. Изогнутые линии умритворяют, и они приводят к внутренней гармонии. Следующий пункт — это хаос в доме. Не зря же говорят «хаос в доме», «хаос в голове» или «порядок в доме», «порядок в голове». И вот именно от того, насколько у нас всё расставлено хаотично и перегруженное помещение мебелью и предметами декора, вещами, неважно уже какими, они, возможно, не имеют никакого отношения к той или другой комнате, но они присутствуют в этой комнате. Именно вот этот хаос и перенасыщенность помещения, они очень отрицательно влияют на каждого, от маленького ребёнка до пожилых людей, потому что есть на подсознательном уровне, опять-таки, боязнь или страх, ощущение того, что можно споткнуться, можно удариться, невозможно обойти, нет прямого прохода. Потом в них легко получить травму, нагромождение вещей, оно подсознательно вызывает чувство опасности. А психологи ещё доказали тоже, что в помещениях, где слишком много предметов, чаще возникают конфликты, и люди более агрессивны, поэтому избавьтесь от лишних вещей, которые не работают в этом интерьере, и они не выполняют никакие функции, единственное, что они мешают сохранить гармонию в этой комнате, и сохранить самочувствие и настроение людей, которые проживают в этом доме. Следующий пункт – это живые растения и цветы в интерьере. На эту тему столько информации кругом и везде, и я думаю, что большинство из нас имеют в своих домах, квартирах комнатные растения и живые цветы, если не круглый год, то хотя бы летом и осенью, а зимой, больше чем уверена, что многие ставят в вазу просто сосновую ветку или ветку ели. Комнатные растения, живые цветы – это неотъемлемая часть хорошего настроения и самочувствия в доме. Возможно, новые идеи, которые существуют в современном мире, то, что декораторы и дизайнеры говорят, минимум предметов, минимум предметов, включая живые цветы и комнатные растения, из-за того, что они были сборники. Возможно, они правы, но у меня другое мнение, что живые цветы и комнатные растения – они неотъемлемая часть уютного дома. Ну, каждому своё же. Но сейчас столько разной информации, что я не могу сказать, кто прав, кто виноват, о том, что не все комнатные растения положительно влияют на атмосферу в доме. Какие комнатные растения выберете вы или какие вы предпочитаете – это ваш выбор, конечно. Всё, что хочу сказать – это то, что не верить или не верить – дело за вами, но у вас всегда есть выбор и шанс. А живые растения абсорбируют углекислый газ и обогащают воздух кислородом, очищают его. А зелёный цвет успокаивает и расслабляет человека. Следующий пункт у меня – это запахи. И у меня есть отдельное видео о запахах и аромате в доме. Если интересно, вы можете его посмотреть. Хотя тема настолько богатая и обширная, что не исключено, что я сделаю ещё одно видео. Какие именно запахи и как влияют на нас. А сегодня я хочу упомянуть всего о нескольких. И первый – это запах цитрусовых. Он приятный запах. И, думаю, большинство из людей любят запах цитрусовых. Аромат цитрусовых очень хорошо работает при депрессиях. Он бодрит и наполняет энергией, а также снижает беспокойство и поднимает настроение. Запах свежескошенной травы – этот запах, я думаю, то же самое любят большинство из людей. И он снимает умственную усталость, поэтому его можно смело использовать в любой городской квартире. Если этот запах стоит у вас в квартире, и создаётся впечатление, что где-то рядом парк, а всё, что вы сделали, открыли окна и внесли этим самым нотку свежести в квартиру. Ваниль ассоциируется у нас с выпечкой, с каким-то уютом. И этот запах хорошо работает в холодное время года. Лаванда добавляет ясности уму, поэтому смело используйте её в рабочем кабинете. И то же самое запах корицы, который стимулирует память. Хвойные ароматы – это ощущение праздника, это положительные эмоции, это встреча Нового года, преддверие Нового года. Поэтому хвойные ароматы работают в любом помещении и для любой возрастной группы, потому что они делают наше настроение более праздничным. Ну вот такие моменты, которыми я хотела поделиться с вами сегодня. Если это видео вам понравилось, дайте знать, пишите в своих отзывах и комментариях, что вы думаете на этот счёт, каким образом вы создаёте интерьер, который способствует положительному настроению, хорошему сну и общему самочувствию. Буду рада узнать и прочитать в комментариях. А я на сегодня с вами прощаюсь и, как всегда, желаю вам уюта в доме и гармонии в душе. Всего доброго и до встречи в следующем видео. С вами была Светлана.